Это, кстати, был такой некий экзамен для неё. Следующий экзамен, как потом Корнилова вспоминает, был в том, чтобы пойти поставить самовар. Она вышла на кухню, и вокруг неё даже собрался кружок этих мужиков, чтобы посмотреть, как она с этим справится, не нальёт ли она там воду в трубу и прочее. Ну, это она писала в своих воспоминаниях, но она, в общем, с честью выдержала и этот экзамен тоже. Непростой. Да, непростой. Ну, надо понимать, что они все были либо из дворянской среды, либо из среды разночинцев, в общем, из той среды, которая потом принято стало называть интеллигентской. Немедленно вспоминается случай, как был такой, по-моему, тоже народоволец, новорусский. Новорусский, да, был. Да, он сидел в Шлиссельбургской крепости, и там они бились за права заключённых, но, например, очень сильно хотели, чтобы им разрешили организовать огородики свои, чтобы что-то там выращивать и есть. Ну, и им разрешили, и он принялся там сажать лук. Через некоторое время с удивлением понял, что он его посадил вверх ногами, корнями вверх. Я представляю, как там эти цирики из сёл, глядя на эту прелесть, угорали, и никто ведь не сказал. Ну, забегая вперёд, могу сказать, что когда было хождение в народ, значит, там одна участница этого хождения в народ вспоминала, что она пришла в какую-то деревню, что-то она спрашивает, на неё как-то очень косо смотрит, и только потом она понимает, что она с ними по-французски разговаривает, или она там шла, заблудилась и говорит, мне вот куда вот, и говорит, а это как бы верх по реке, и она идёт и пытается понять, а верх по реке это куда? Ну, то есть, как бы люди действительно не разбирались в элементарных вещах, но мы об этом ещё поговорим. Разные миры, да. Да.